всем привет продолжаем проходить атом rpg прошлый раз мы значит себе команду взяли гексагена отвоевали красный боец поселения ну и собственно говоря сегодня мы возвращаемся обратно в краснознаменный расскажем тут всем чему натворили заодно сдадим квест еще на пауков на лимфу если только найдем 10 выход с этой локации и будем потих уже обустраивать поселение свое деньги в принципе есть то что можно будет ремонтника горе ремонтника нанимать постоянно он все время все что-то там у нас сделал даже не знаю что перим очень в первую очередь надо сделать возможно мастерскую язву патроны побыстрее начать делать потому что патронщиками у нас проблемки я вот очень серьезные проблемки покупать жаба душит а вот где-то воровать находить не всегда получается проголодались давайте значит тогда что-нибудь поедим сидим галеты есть но ешь галеты где тушеночка вот и тушеночка здесь есть то вперед а вот с этим описали ли не читали эту записочку что цифры цифры цирков кгц волки большая инструкция на пожелтевшие старой бумаги неровным почерком мне написано где лучше всего будет устроить на вас засаду также дано описание вашей внешности инструкция а заглавлена гость от бороды внизу листка бумаги указаны какие-то цифры они напоминают ради чистоту чтобы прочитать нажмите ясно в общем получается эта инструкция наверно пойдет как доказательство того что борода все-таки а заработа торговцев промышляет а вот по поводу чисто радио частоты вот тут вопросики а у нас ведь никакого приемника рации ничего такого нету как эту радио частоту искать родовой листок научить вас сделать металлические болты а давайте изучим ну читать конечно не будем научились делать болты и ладно вот это остановишь где он прошлый раз схлестнулись с этими работорговцами по окинув город вы заметили что кто-то следит за вами похоже это местные бандиты не быстро приближаются к вам ничего не остается только как атаковать разберемся нас теперь еще больше тому еще проще а будет вся их немало надо сохраниться у нас тут патрончики есть а в и винторезе тоже патрончиков хватает что там у кого из оружия об а вон и снайперка получается да охотничий по крайней мере с прицелом здесь у нас ржавый походу какой-то автомат двухстволка самопальная при том без оружия ты пистолетом 900 317 или как он не 917 вроде да фидели такой я 712 а вот еще один снайперок у нас тоже с охотничьим винтовкой у сторонами ток а вот точно кстати я прокачал очень немножко своих бойцов и значит что из качаного оксане вкачал ведьмака и монстроведения подробная информация о целях плюс больше урона в два раза по монстрами и животным идем в сторону охотников на людей единственное что не знаю будут ли срабатывать потому что требует прицельный выстрел как бы вот этот навык работает после каждого боя пять процентов от максимума дэна получает а вот по поводу глаз ватерпас я вот не уверен то все таки она прицельно стреляет но может быть не всегда будем надеяться что все таки иногда стреляет на любом случае сюда идем дальше что дальше я еще качнул собаку собаку значит качал четвероногий рыцарь чтобы убрать штрафы на броню теперь у нее больше уклонения стало ну соответственно другие штрафы тоже убрались хотя там основном из брони по моему только уклонения фиделя качать пока нечего него еще не хватает очков гексаген значит ему вкачал он тоже в эту сторону в сторону винтовок потому что ну не знаю как то не знаю конечно другого не хочу ты выборы либо винтовки либо автоматы без лет ясно делаю качать такое себе вот самопальные оружие всякие тоже если было бы конкретно на арбалет не знаю может быть арбалет и считается типа самопальным и он был получать плюс 20 урону потому что арбалеты они плохие вроде бы есть но их не так уж много вот нам встречался один такой он такой железный арбалет не знаю что можно будет скрафтить и все таки амод подключил еще раньше на крафта ампулу забвения но а позже мы наверное сделал так когда доберемся до мертвого города до получил эту ампулу до забвения вроде мертвом городе и тогда уже после этого начнем делать другие ампулы забвения так вроде будет как бы немножко честнее чем прям сразу начать все это дело ну и тогда че что скинем чем посмотрим пока как-то так видимо к ему тоже вот возможно вкачать урон по монстрам и животным два раза больше в принципе пригодится монстроведение а то есть это у нас гексагент получает информацию да а у оксаны оксаны у нас а тоже монстроведение есть ясненько все все остальные пока не качал себя тоже навыки не распределял потому что пока непонятно куда там распределяется надо что-то оружие какой-то получше найти чтобы было видно на данном технологии еще потом не надо и еще не распределял очки умений тоже и таки по той же причине если у нас мы найдем где-то оружие тяжелая автоматическая там пулемет какой-нибудь да нам не будут хватать силы то возможно вкачаю если же нет есть идеи качаться в броню просто потом бегать тяжелую броня со щитом получается больше веса все не урону есть будем таким полутанком считай то что у нас автоматы членом это потом все посмотрим решим когда у нас появится либо хорошее оружие либо хорошая броня тяжелая тело сейчас надо с этими гавриками разобраться начнем пожалуй с этого и вот этого с винтовкой тоже еще надо по-быстрому разобрать делов не натворили кустарная винтовка у него ржавый м.п. сторона двухстволка ржавый м.712 1 винтовка все начинаю голову лови получил 19 урона еще лови но крит пока не улетает но было бы удивительно если бы он вылетел прям сразу 27 сейчас неплохо зашло кстати все оксана пошла настреливать всех этого нам надо тоже выпилить куда не добежал до нужного расстояния а это у нас гексаген значит бизнес кается своего но что-то выстрелил один раз и на этом все ему в общем надо обязательно наверное тяжелую видовку тут же ptrd к примеру продание сил не хватит почему все равно придется наверное его перекачивать потому что такой себе боец честно говоря достреливаем нет нет не достреливаем шесть патронов давайте покажу с этим ржавым м.п. 40 его по быстренькому загасить хотя можно кстати возможно уже ксу зацепить даже прицельным не получится а не прицельным и не прицельным мы просто не достаем слишком далеко ясно ладно будем дальше прицельными стрелять вот неплохо 29 урона с ножом с винтовкой топором этих мы не достаем 22 урона они покуда добегут мы с ними уже принципе разберемся да целишься ведьма я слепну а собаку кстати начали уже немножко поцать интересно то что получается вот это вот монстровидение да она нам показывает еще статусы и своих персонажей тоже удобно нету там ранено сильно ранен то при смерти сразу видно сколько здоровья и все наша очередь с кустарной винтовкой мы до сих пор не можем дострелить давайте-то до этого вырубим все еще минус 1 22 здоровья может и добьем да добили собачка немножко получила ну-ка 8 и все все собаку надо спасать мне половина здоровья осталось и так хватит потанковал да один выстрел x1 делает и и все на этом собачка давай-ка ты будешь отступать значит у нас тут патрон вообще есть по моему были да патрончики есть отлично но вот этого с кустарной винтовки мы до сих пор не достаем самопально ружьем почему-то прицельным не выбрал дружище после перезарядки получается сбрасывает опа вот и ну нет это не крит это просто в голову попали и 30 урона сразу ему нанесли пожалуй немножко подойду до гексогена назад отправить старная винтовка гексоген давай-ка ты знаешь что вот тут у держи позицию где-нибудь за вот этим деревом че что оксана стой где-то здесь гексоген делать сюда становись старая винтовка достаём а вот а ну все правильно старая винтовка принципе нам его и надо в первую очередь снести почти осталось 10 урона правда он решил немножко подкилится бутылку водки ну такой такой такая себе ахилка честно говоря водка ж вроде не хилит сомнительное лечение получается но видимо просто решил перед этим перед своим концом прибухнуть немного санат сейчас закончить до сана дело все закончила пойдем посмотрим что там у нас выпало металлолом как обычно гексоген забираем ну здесь вот сохранилась но я даже не буду с айф камень просто забираем то что у них есть да и все потому что все равно там в основном хлам вот самопальные вот эти оружие винтовки ерунда всякая даже брони смотрю у них нормальной железной бы и нету до кожаные а все гексоген больше не не может перетаскивать давай оксана ты только забираем а все переполнен цена забирает вот еще один жму расстался и кстати стальной нагрудник и кустарная винтовка с прицелом да уже нет фидель вот фидель забирай лично всех забрали всех разобрали переполнен смысле переполнен а да реально он очень прям очень и очень сильно переполнен фидель опа все отлично побежали никто больше не переполнен справляемся дальше в сторону краснознаменного вот вчера говорили что в сторону перегона надо чесать чтобы нормальные караваны встретить верно сейчас этим урок сегодня и займусь не под запись просто туда-сюда буду шастать чтобы караван встретить и продать так как бы деньги нужны а отдавать это все некому добычу не проходи мимо продавать единственная от красознаменных нас может что и купить торгует с броней но покупает все в два раза дешевле чем торговцы на пустошах и том что у него еще мы можем украсть и вот этаке вчера говорили мне что до 75 надо кражи вкачать если мы вкачаем сейчас кражу до 75 думаю еще будет больше шансов что мы что-то украдем у торговца броней до этого я у него не мог ничего украсть потому что 50 сколько у нас там 50 51 карманы кражи этого очень мало этого не хватает совсем кстати еще до сих пор висит отлично здоровье очень классный баф за всего лишь за 200 рублей получается весь силы 2 выносливости от 56 часов 64 часа то есть можно просто знаменным если мы будем в округе тут где-то бегать стены добав наверное получать весьма неплохо все было классно если бы в этом красном бойце можно было качалочку ходить только своему персонажу основному но и саппаратийцам вообще весело было можно было бы не париться по поводу того что там силы где-то не хватает на оружие тяжелые потому что вот но тут баф плюс 2 силы выносливость в больничном конечно хорош но не всегда не всегда мы возле краснознаменного все таки будем сюда еще пришел в этот госпиталь да где мы еще до сих пор не посетили видеосалон пожалуй сейчас сохранюсь посмотрю если будет боевик то мы посмотрим показывать сегодня взять паэробики о не не занять паэробики мы не хотим нам нужен боевик только мы посмотрим боевик тогда персонаж по идее должен выкрикивать будет во время боя всякие фразы из боевиков да это интересно на что вот краски госпиталь возвращаемся сейчас лимфу быстренько отдадим по-моему зинаида петровна еще какой-то задание важно давать опять вы что на этот раз я тут как водится занятом не нужна помощь принес эту вашу пакость получите распишитесь вы бесцеремонно вытракиваете склизкие лимфоузлы арахнидов на стол зинаиды петровны вместо того чтобы рассердиться врачиха радостно всплескивать руками аккуратно складывает органы тазик под столом прекрасно вот они мои родные пожалуйста приходите через три дня я дам вам первую партию лекарств на пробу хорошо спираю хотя бы кое-что обсудить нет все таки и нет я снова до придем через три дня смотрим что там за лекарства нам на пробу дадут с этим значит можно нет ни с этим вот с этим можно по моему прибухнуть это них тут главный главврач одеты в доктор мужчина задумчиво брудит по небольшой комнате в руках он держит стоп каких-то документов которые он постоянно заглядывает и что-то тихо баромочить себе под нос заметив вас он и сталкивает доктор максимов специалист по лечению облучения и различных аддикции ты по записи или просто так просто так не у провериться доктор если не по записи тут лечение нужно будет заплатить лечение радиационного отравления и алкоголизма 400 рублей не слабо лечение наркозависимости 600 типа прескурантум айка лучше сменим тему могли поболтать доктор россии на улыбается кивает вы явно расположили его к себе ну с можно и ответить на несколько вопросов что ты хочешь знать скажи себе доктор максимов я доктор причем настоящий даже пергамент с дипломом где-то валялся в войну встретил первокурсникам после начальной паники обучение продолжилось да еще из практики какую мирное время не застанешь сейчас такое представить смешно было были времена да уж можно еще вопрос как у вас тут с работой хватает да уж хватает на удивление мало случаев лучевой болезни последнее время кстати народ по умнел зараженные места знает и обходит стороной в основном помогаю алкоголизмом с алкоголизмом да извечная проблема уже этот общественный порог и никогда не перестанет а новых пациентов приводить не говорил как голь природы а боли можно еще вопросик что скажешь про город ничего плохого убери политиков из центрального бомбоубежища сектантов с улиц и этих вечно проповедующих свои ценности ученых из гребницы когда вообще идеалом станет все как до войны только очереди в магазин короче на слух есть слухами не торгую могу подбросить совет очень реже увидеть врача не собирать доисторические консервы и ежи всякую гадость сырьем и конче зверя вырежь мясо и как следует за соли и глиста изгоняет и стерилизует и сохраняет продукты на долгое время к чему я так это дело рекламирую попробую у трех крестьян за день бычьего цепня вывести тоже пропагандой профилактики займешься ясненько лекарства можно купить провериться но я кстати за лекарства есть него есть стимуляторы у 6 аптечек даже денежки ну-ка если мы попробуем тебя немножко об чистить кармашки как он на это смотрит из аптечек этой это интересном традиции сейчас три раза попробуем не получится то ладно получилось может еще и денежки можно присвоить стоит и на месте куда ты все ходишь и ходишь этот не надо это да все отлично она хватит идем дальше ну с этим товарищем как греб сейчас не хочу у нас набухает и нас все бафы пропадут там еще будет наоборот похмелье гожен привет солдат как там у нас сделался освобождение поселка от мути ровшие заразы и повезло а гожен я в том поселке был и мутантов же перебил мужчина неожиданно пытков подскакивать на своей лежанке да ладно все готово дело ох как хорошо вот ведь славно тем тебе медаль бы дать но нет невоспетый герой нашего времени меньше патетики больше конкретики чё дальше а гожен откладывает откладывать в сторону заменяющую ему пепельницу консервную банку и хорошенько потянувшись с дает да чую что дела у нас теперь наилучшим образом пойдут и в тему ходьбы пора мне выписываться из больнички отправляться собирать добровольцев подрули ты тоже как время будет мы тебе жилье определим человек тебе приставим все будет по красоте поселок же почти не тронут восстановим в два счета давайте там восстанавливать как приду проверим все можно в принципе я думаю прям сразу краснознаменный возвращаться и начинать там уже обустраиваться где там у нас выход не сюда а вот все отлично стив аптеку это можно сходить с другой стороны меня пока с медикаментами проблем никаких нету симуляторов хватает аптечек хватает всего хватает но пусть пока себя придержит все это дело ай ну и можно попробовать все таки эти прошлый раз говорили что а деньги проще воровать и плюс к тому мы все-таки вкачаем карману кражу до 75 жалеем и очки навыков все 75 ну и наверное дальше и не знаю будем качать или нет я таки ни разу еще пока не нашел книжек на карманную кражу журналов там или чего-то подобного повысить эти карманные кражи 85 пока оставляем и попробуем получат через быстрое сохранение все дело провернуть 4 косаря деньги якобы проще воровать сейчас узнаем проще не проще раз 30 наверное пробовалась не больше украсть буду торговца деньги но что-то не получается вообще никак даже 75 в карманных кражах ну и думаю там сотка минимально надо чтобы что-то хотя бы у него украсть даже те же деньги значит сейчас куда сейчас мы идем в красный боец и посмотрим там то можно сразу начать строить первым делом кстати давайте перезарядимся отронщики нас пока есть еще продума начнем их сами уже сделать да было бы удобно конечно это красный боец где-нибудь вот здесь был все-таки туда далековато идти основные наш у нас пути пролегают краснознаменный перегон охотники за рабами атаковать конечно атаковать противник яростные противники рабства скореняем просто робот торговлю на пустошах прям сразу начинаем обоида иксогена много того кстати бандит непростой непростой с тт стоит как этот у нас с обрезом где там кто еще где вы там заныкались 12 маловато стороны и окружили нас обычно до охотничьи ружье модифицированы вот этот опасно очень обрез это этого быстро снимать значит оксанка вроде не ходила тянет два из пяти наверно ходила все таки вай укажем цель вот это тебе значит цель то же самое это быстренько сейчас носим собака пускай едет в другую сторону тебя ест значит тт мы можем сразу застрелить 12 него возможно даже из-за ксу да да все минус один уже хорошо дальше цельным 18 ну крит вряд ли залетит конечно прям сразу да все а еще один ход бака иди в атаку куда-нибудь бака пошла в ту сторону вот все таки попал да они промазал он нас промазал 12 все значит все нет не добьет него у нее под закончились патроны так а мы дострелим а ксу не до попадаем отлично там на подходе один этого этого мы не достаем у него что у него обрез наверно да у него обрез и здесь значит у нас тоже обрез но больше больше не видно пока что поэтому давайте не будем тарать патрона в какую сторону ближе в эту либо в эту в эту 1 2 3 нет все равно не достаем к щас один раз можем выстрелить собаку бежал другую сторону собак вообще не значит делать набегает туда-сюда так что пока у нас самое слабое сдвину это гексоген так мы не достаем с винта резом и резом достаем шикарно крит на 168 урона это да что еще где-то остался кто-то а где почему не наблюдаю где-то заныкался небось не хочет идти к нам да пошли мы примет сторону а вон он вон он выбежал очень долго он там что-то ныкался нет еще не все еще один был ппс-43 при том не ржавый ппс может очередь дать за деревьям заныкался нам хотя бы один раз не выстрелить они там 41 здоровье еще на что ты тут разогнался 21 выстрел и все разобрались то что это был ппс его в принципе лучше подобрать нулевенькие в руках держит поэтому сейчас сохраняемся попробуем его забрать не получилось попытка номер два не получается пока что вот наконец сразу наверное где-то 8 7 получилось ппс-43 подобрать но под остального париться не будем даже зажигательный гранат у него было у нас кстати 111 117 но за счет того что мы баб получили еще на вес как бы уже перегруз был ясно дело она пока все собираем потом посмотрим кому что перекинуть тут настроя у этого винторез двухстволка притом новой двухстволка нормальная не кустарная никакая тоже неплохо можно продать было бы кому вопрос только кому это все продать торговцев нормальных пока мы не встречали к сожалению тебя что было тебя значит винтовка притом самопальная но либо охотничьи до охотничьи модифицированная все у нас перегруз теперь сагена перегруз оксаны фидель и дали можно еще немножко чем-нибудь подкинуть нам срочно нужны во первых рюкзаки хорошие во вторых нужно что-то сделать с алутом может это вообще невозможно 133 крышки держи что будем что-то выбрасывать пример вот соль не надо мне а металлолом надо для патронов ключ и броня яси огнестрельного оружия 26 да еще сбрасывать шлемофон держи шлемофон две сковороды прям сколько 850 они весят почему столько много урон 615 не слабая сковорода все фидель уже тоже у нас перегружен сковородки выкидываем примере одну я бы точно выкинем может это просто какая-то жизнь 8 килограмм с половиной две штуки весят вот 116 а это при том еще что у нас тут еще есть шмуры минимум один да металлом патрончики никто больше не подберет оксана подобрала отлично это хорошо это радует все по моему никого не забыли идем на выход нет у нас рядом выход был я вот не помню по моему торговый караван он в красном бойце сразу не по не появится через какое-то время с другой стороны можно подождать это время проверить будет ли он появляться или нет что-то нам будут еще построить может возможно какую-то якобы площадку для торговли там где тут наша тушеночка 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 вот она пошли дальше избежать конечно избежать и нам даже удалось на удивление еще на входе поселок вас встречает покуривающий папиросы гожин он бросает окурок на землю топчет его наконец улыбкой обращается к вам я уже тут осматриваю годья он быстрее нас добрался ну ты быстрый старый пендехо волка ноги кормят красный боец отбит у проклятой экспансивной мутантской сволочи это точно подметил дедушка рад видеть что все в порядке какие у нас дальнейшие планы да все как у людей будем отстраиваться потихоньку кстати давайте я покажу где твой дом стоит в нем даже лаз подвал есть правда мы туда еще не совались твой дом и разбирайся что с ним делать а поможет тебе в этом один мой старый приятель пашка техник он уже ждет в домик ладно показывать дорогу погнали посмотрим где там наш домик дачи поселок что ли раньше дача назывался неправильно это же красный боец вот и наш домик на всю оставшуюся игру ну даже всякие годья гожан горделиво обращается к вами широким жестом указывает на домик смотри какой красавец весь твой да неплохой что мне с ним теперь делать а делай что хочешь это уже полностью твои проблемы значит так в доме сидит твой новый подручный паша поговори с ним насчет дополнительного ремонта а мне пройти с новосельем ох ну посмотрим да пока торговцев никаких тут нету вот наш этот пашка тут пашка техник бухает сидит потерто небритый мужичок сидит за уставленными бутылками столом перед сиротливого выставленным граненым стаканом почувствовав ваше приближение мужичок поднимает свой осоловелый взгляд и неловко козырят здорово командиры чё почем все путем ты сам то кто а ты не в курсе еще командир я паша паша техник меня к твоей хате гошин приставил буду помогать тебе с хозяйством как ты будешь мне помогать ваша задумчиво смотрит помещение наконец его взгляд останавливаться на распахнутом люке который идет в подвал мужичок хлопает мозолистой пятерней по столешнице и широкой улыбкой поворачиваться к вам вот смотри в доме тебе ремонт уже паша башила вот подвал еще не трогал там работы а то сколько но а командир если оплатишь детали то готов починить насоса чтобы спустить там воду 500 рублей должно хватить но если тебя жаба душит то можешь сам попробовать конечно мы сами попробуем паша хорошее дело предлагает ваш такой человек только хороший умею да может мы сами попробуем починить потом с вами паша поговорим давайте сразу к делу кстати есть какой-то лут у нас или нет по идее можно тут теперь оборудовать ну как бы не то что можем мы это и будем этим заниматься то есть лут скидывать сюда лезем вниз а бы туда перетянуть как-нибудь не под запись и затратного сюда весь этот лут еще один подвал мило очень мило все затоплено тут водой крыс пока никаких нету подвалы бункеры там любишь где тут у нас вот насос больше кстати эту смотрю ящика нет посмотреть двигатель неисправен сначала нужно починить давай починить опа получил 30 урона слишком влажно а но я даю конечно конечно нужно сначала насосы починить какие двигатели где насос у нас подожди ли ты есть насос нет вот насос возьмем значит руки тогда сундучок этот для ремонта чтобы нас оточка была а где он для взлома вижу вот для ремонта вы починили двигатель теперь осталось его завести все двигатель завели вода уходит получили 108 очков опыта отлично то есть теперь можем по по идее попробовать починить и вот этот двигатель безрезультатно все починили двигатель теперь его осталось вот тоже завести теперь у нас по идее электричество появится до видимость по всему да еще вода кстати не вся ушла слышно до колено воды на удивление на удивление нас еще током не бабахнула но все тут больше чинить нечего надо бы прибраться этому пашу технику вылазим всего часть денег сэкономили как жить командире под насоса как я уже сказал командир если я платить же детали то готов пустить насос чтобы спустить подвале воду 100 рублей насос ремонтируем уже что дальше теперь ну теперь когда воды там больше нет можно генератор посмотреть без страха током ударится это тебе 500 рублей аукнется командир опять ты за свои 500 рублей генератора отремонтирован уже что дальше генератора то конечно отремонтирован но из-за и ядовитых грибов там дальнейшая работа несколько затруднительно и что мы будем делать убирать командир иначе никак ваша приглашает волосы вытягивает под столом ноги если раньше ты и сам технически мог справиться то в этом случае только я могу помочь она убрать ядовитые грибы это дело не дешевое впрочем за косарь управлюсь вот ты негодяй паша просто тянет из нас деньги как явка но выбора нету не поторговаться не самим это сделать у нас не получится поэтому только платить держи свой косарь зверюга вытягивать деньги все будет сделано лучшем виде приходить через сутки командир передайте деньги и тут кто натянув самопальный респиратор распускается бункер а люк захлопывается за ним даже не получится у него деньги украсть обратно 1 мы тут подождем наверно сейчас сутки может с эти карман появится а вот и коровки ну-ка пить дети молоко у нас появились коров вот и караван отлично при том нормальный караван который с нормально у нас по нормальным расценкам будет покупать рука 4 наконец-то наконец-то хороший караван я уже думал джул а джуль барс дель 5500 кмс сейчас я проверю митер за смуты сомнений но по-моему по моему должно быть нормально где на где наш наш винторез вот наш винторез да шикарно 5 358 это конечно не самая высокая цена по-моему было 5 500 чем-то самый высокая видел для винтореза но тем не менее может еще от патронов зависит у нас магазин 4 из 10 там возможно патроны были патрон 0 было 10 из 10 можно еще были не самопальный то что в принципе это она на данный момент самый лучший торговец который мы можем продать давайте прям сразу продадим все а голубой берет кстати выносливость плюс один гексоген пристаны броника давай кепки давай пока все не трогаем топоры не надо эти броники не надо это не надо все двустволка самопальная кустарная тоже не стоит того этот хлам ведь мы пустим на крафт попозже ходничьи ружья вот 5 500 2 штуки не слабо не себе стоит полтора косая даже больше но 4 500 плюс есть патроны патроны берем голубой by голубой берет на один выносливость можно в принципе и взять правда александра ведь он по моему тоже с голубым берет беретом уже сразу придет эти патрончики возьмем 8 639 для гексогена немножко 545 724 8 штук бпшные к тому же берем правда еще цели таких супер бронированных не встречали теперь 500 500 смотрите как получилось это это просто шанс один на миллион что так вот наберешь лута и ему накидаешь лута и чтоб все вышло одинаково бывает бывает и такое и обмен отлично а подожди ты просто автоматом сразу деньги раскидал все понятно ладно бывает бывает покупать больше ничего наверное не буду не подбросьте по идее можно с ним в карман прыгнуть и куда-нибудь доехать но мы пока это делать не будем отлично а говорим сейчас этим вот хранником коров лучшего мужчина опирающийся на тяжелую деревянную трость и пригладывает за внушить и приглядывает за внушительным стадом коров которые пасется на зеленых просторах красного бойца рисует тем самым картину столь пасторальную что пору забыть о том что хоть какая-то война вообще происходило иллюзия прерывается когда пастух замечает вас и мяшет обожженной багровой рукой обожженной на пальцы которые словно бы сплавились в единый ломать затвердевшие мозолистой плоти здорового будьте барин устали небось дороги полно ведь я нынче на свете проходинцев бандитов до наркоманов всяческих но если так не горюйте мои коровы быстро вас молочком парным на ноги поднимут вы их только попросите лет можно дать пару вопросов вот как я раз об этом стадии хотел бы с тобой поговорить но еще к очевидно замечать недоумение вашем взгляде ухмыляется и начинает рыться в здоровой рукой на грудном кармашке думаете наверное кто это такое что он здесь с этими коровами забыл ну как же я тут по приглашению товарища горжина он мне и временный вид на жительство выписал чин чинарем только где же он футы мать ее видно а зорька стянула с виду корова обычная страсть как бумагу жрать любит особенно бюрократическую так или иначе товарищ гожин мне здесь за стадом остановиться позволил потому что решил что вам барин будет интересно меня нанять прошу то всего 100 рублей подъемные что и получено не в тебя на работу я если наймете меня я у вас тут деревня сяду куплю в инвентаря если 100 рубликов пожалуете буду косить траву собирать сено на зиму скотину пасти которая будет с этого момента общей считаться и вы любой житель красного бойца будете иметь право на моих буренок право моих буренок доить немного подумать пойди держи свои 100 рублей есть они к не каждой там неделю там либо каждый день будет на будет платить мужчина перекарманивает ваши деньги широко улыбается спасибо не пожалеете я и денежки ваши на дело пущу на всякие нужны по хозяйству инструменты коров предоставлю безвозмездное пользование только не убивайте они живые куда ценнее дело сделано теперь мне пора уходить у хорошего то коробки у нас теперь есть да это интересно двинулись прям да куда вы уходите проследим куда он короб уводит можно доить молоко и дела а сюда вот еще по огородам будут топтаться коровы теперь у нас ник какая то есть целью в жизни куда-то конкретное место они идут я с ним кстати еще хотела поговорить томасем только сразу не расспросил я столько глянем куда он все таки идет о кстати и гожен а принципе тут все равно сейчас сутки ждать вот здесь значит он решил остановиться правильно какой-то сарай есть навес парочку вопросов вам что тебя с рукой ох старая история горько я тогда еще в колхозе родном за скотиной приглядывала случилась беда местные бандиты свои доли с доходов не получили решили к чертовой матери коровник спалить я пока до него добежал металлический засов на воротах уже до красна раскалился так вот я руку свою исполнил пока из-за петли его выдер его выдирала но все же буренок спас это ладно да самоотверженно теперь еще вопрос как тебя в красном бойце место своей славе соответствует что еще сказать все такое новенькое чистое постоянно развивается будто довоенщина какая-то дано ты коровами занялся корова то моя страсть сызмала еще вот такой полметровый было уже с прутиком за ними по поле угонялась иногда кажется будто мы с ними друг друга понимаем без слов поделись слухами может говорят будто василия от родная в селе от родная корова стоит а больно будет больно верно и стоит больно верно и исходить на какого-то жителя села села нападешь или даже курицу пристрелить такая на сразу драться ободаться бежит кому-то это кажется крайне нелогично но жизнь сейчас такая или все вместе держаться чтобы вы хоть шансы выжить или разойтись и умыреть в одиночестве вот что-то и не припоминание какой корову от родным золотые слова сменим тему а бартер есть молоко 44 рубика стоит черенок от лопаты а доить коров мы можем сразу нет наверное нет может должно какое-то время пройти давайте кстати еще с горжиным пообщаемся где-то он тут ходил вот он ходит бед боец что у нас поселки нового пока только ты техник паша ничего кого мы здесь немного устроимся народ сразу потянется когда я хотел задать тебе несколько вопросов центральную базу думаешь навестить когда с этим поселением все уладим буду честен желанием не горю в роз я в пустоши погубы поглубже чем местная флора а прикрытие моё торгашеская стала самым настоящим призванием риск азарт свобода эхо думаешь я умом поехал а скитайся с моё таким же станешь его в этих краев свой шарм думаешь перевоспитаем а мы общество таким вот проектами можно за бодрой улыбкой машет рукой да ну скорее она нас коллега скорее но нас на воле вечно все развивается меняется мутирует чтобы духу времени соответствовать а у законсервированных идеологии вроде нашей штабской срок годности не бесконечно здешняя культура нашу переживет что интересного расскажешь и посоветуешь ничего из ряда вон выходящего слышал от караванщика про отдаленное село у пересохшего моря которому а гигантские улитки досаждали так народа ножи и наконечники копии из кристаллов соли вырезать научился вырезать мораль истории знай слабость противника держи при себе кучу потенциально полезных вещей не спешите а в лоб когда можно решить дело смекалкой и план теперь когда мы тут обустроились чёного буду жить той жизнью которую себе пустошек нажил она и для штаба из эфира не пропаду сам думаю понимаешь а возвращаться мне туда неохота но хорошее отношение поддержать с командованием всегда буду стараться поддерживать 1 идем тогда обратно в свой домик подождем сутки посмотрим что он паша техник собрать вид заодно может торговец появится еще один новый шикарно мы тут принципе тогда и будем заниматься торговли раз такое дело ну возможно не всегда будут именно такой торговец появляться есть кстати навык который можно вкачать больше торговцев нормальных было вот шансов 30 караван но туда качаться такое себе не ждем сутки голод газ поедим где тут тушеночка наша а вот эти банок на буксете смотреть народа тушенка еще есть или нет две банки дель у фидель 11 банок отлично ждем опять торговца нет давайте сохранимся чтобы если что загрузиться нет торговца до сих пор нету сутки прошли а его все нет и нет и баб кстати у нас тоже да тоже прошел переполнен гексогена оксана гексогена можно сбросить лишнее вот держи сковородку 117 отлично пошли поговорим ну вот паша уже появился как жить командир нужно я же как-то заправить генератор все схвачено командир тебе 5 штук я форму доставка ну ли ты еще можешь сам притащить примерно 100 будет лист соляркой а но кто в здравом не захочет подобным заниматься ну реально где взять 5 5 буловый 100 будет лист соляркой штук 10 там 20 ладно еще найдем но 100 давай ладно устраивай доставку и дайте деньги и вот и раскурив косяк ты встает за стола я буду через три дня не волнуйся деньги пойдут на полезное дело надеюсь и дня значит можно в принципе тут и три дня подождать почему нет заодно посмотрим может караван появится только не забывать все время есть есть еще раз есть каравана все нет и нет он должен здесь появиться ведь прошел день вернее не день а сутки прошли продолжаем хавать консервы и ждать караван вот появился кстати да и при том по идее нормальный ну так относительно не не самый лучший не тот который прошлый раз был переполнены а этот консерву а начат посмотрим тут у этого караванчика есть нормально не пулемете какой-то 5 у отлично отлично 5 но продал немножко подешевле берет оружием вот тем не менее пойдет значит нас интересуют патроны не кстати много всяких патронов интересных вот 545 немножко есть возьмем для дробовика тоже правда только один штук 939 сп6 то есть почта бронебойные 13 штук косари не знаю не знаю как там не хочется сарит давать еще посмотрим сколько молота ему продадим вот а 7 что 62 на 39 берем противогазы есть него солярка кстати 8 штук за 470 она в принципе получается что сколько 10 а 10 солярки будет пускай ну пускай 500 до 10 нам надо было 100 то есть 5000 но как раз то на то и выходит одинаково что мы сами бы искали эту солярку купали но если покупали конечно если где-то и добыть это уже другой вопрос ну и начинаем дальше оксаны что есть на продажу это не надо оружие это продавать не хочу противогаза вот это вот это продаем дубина и дель о куча обрезок шикарно чем все деньги у него заберем сейчас тем косарей даже не хватит даже не хватает давай один дробаш заберем 5100 топоры забираем надо хламе всякое продать вот имел такое чем стреляет ажакан заряд стану и нагрудник это не надо это не надо так вот это тоже кстати броньку выкидываем и нагрудник очень много весит значит еще один дробашь идет на базу джебарас у нас что есть для продажи в основном патроны я смотрю достигнестрельного оружия сейчас что-то она будет продать либо дробашь 2 с копейками тут ппс тоже 2 с копейками макаров держи макаров и 700 т.д. держи т.т. 5 200 ладно мы охотничьи одно ружье отдадим тогда заберем пистолеты до 6 300 пойдет у него остается 219 рубликов но не беда давайте сделка чухла мы ему продали отлично все давай до свидания переполнены беда значит так а гвозди держи экса на гвозди держи металлолом все отлично а прошло сколько прошло по моему вот полтора суток нет подождем посмотрим подождем 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 голод надо в домик кстати ждать чтобы не прозевать когда пашка появится торговцев новых не пришло пашки тоже нету ждем ждем топлива приехала значит и пашка добрался да вот он сидит как жить командир насчет ремонта а все готово для того чтобы превратить эту помойку в достойное жилище так а починка кухни будет стоить четыре штуки рублей ремонт комнаты отдыхе отдыха три тысячи починка спальни и санузла 4 починка верстака для работы 2000 дело сделано кухня требует верстак звучит хорошо давай в первую очередь делаем место верстак через сутки ну зайдем через сутки таки быть хранили сейчас у нас еще тушеночка осталось тут тушеночка тушеночка да еще две банки как раз на один перекус раз два торговец не приехал но зато пашка все сделал тут еще кстати кто-то вайгожин появился это кто у нас нас новые посетители у гексогена есть тушенка нету оксана дай тушенки оксана тоже нет тушенки пиделя пиделя нету надо просто знамена возвращаться там тушеночки набрать потому что у нас закончилась паёк галеты ешь у нас правда есть еще а вот слонина есть шашлык но сами помните от чего этот шашлык возможно сделан мы не будем рисковать огонь забивает махорку пиросную гильзу периодически он бросает взгляд на понурившегося бородатого мужичка который стоит рядом с ним заметив вас божьем приветственно поднимает руку привет солдат смотри кто у нас тут рядом с поселком лазил крутился вертелся хрен пойми кто такое но может быть и шпион ножичок невесело вздыхает и качает головой горжин ты чего сюда притащил расстреляем расстрелял бы на месте вся недолго те же он шпиона кому тут знамя следить огонь приглашает свои аккурат свой аккуратный пробор а место здесь неспокойная он может работать на работорговцев или каких других местных бандитов может лучше вы у этого гражданин сами спросите мужичок а поднимает голову и робко подает голоса если вы позволите я не шпион и не вор если что я просто услышал про ваш поселок и решил предложить свои услуги так от кого услышал от купцов встретил караван они мне и рассказали что здесь теперь что-то вроде поселка есть ходит слушать только вы не злитесь пожалуйста что поселок принадлежит а там вот так слух вот я и решила почему бы не помочь людям тем более что у меня есть один очень ценный в наше время талант никакой вместо ответа мучок показывает вам свои мозолистые ладони с неожиданно длинными и тонкими пальцами я умею делать патроны если вы дадите мне станок необходимые ресурсы то я буду производить для вас такие патрончики что до военных не отличишь все что я прошу взамен это позволит мне остаться у вас жить откуда у тебя такой талант не знаю до войны этим не занимался после войны внезапно стал главным экспертом в моем родном городе трудограде а потом меня бандиты схватили и велели делать патрон для них 6 лет я у них в рабстве был пока не умудрился сбежать пошел скитаться по пустошам услышал про ваш поселок ну решил что хватит обещавать звучит неплохо ты принято большое спасибо вот увидеть я вам пригляжусь прямо сейчас пойду и начну работать смотрите как все хорошо разрешилось ладно не буду вам мешать у нас теперь я думал патроны и мы сами будем делать оказывается нет то есть специально обученный человек который делает эти самые патроны шикарно как жить командир насчет ремонта ага все готово для того чтобы превратить эту помойку достойное жилище так починка кухни это все мы знаем уже нужен отдых без спальни мне еще нужно подумать кухня он до отдыха либо либо спальня ванная наверно комната отдыха нужно и вопрос отдых я сам уважаю заходить через днём все будет по красоте сколько мы денег передали что не заметил люк захлопывается за вами надеюсь люк за нами закрыт блин я хотел патроны сделать придется 5 сутки ждать с едой проблемы кое-что мы там еще наверно шкребем сейчас можно на головка сыра съесть шлычка все-таки отведать может сейчас кстати торговец появится потеряли деньги 3000 но не так уж и много ждем сутки у нас есть мясо но его надо жарить его надо жарить здесь костерок сера костерка никакого нету можем в принципе уйти с локации зайти давайте таки сделаем пожаре мясом давайте привал так чай кофе масной мясной бульон группа пусть будет группа может подкилить надо дальше пожарить мясо а год нас ноль все а можно кстати здесь подождать тогда и 12 часов остальные пожарить еще раз мясо голод 300 еще раз жарим мясо все уходим возвращаемся обратно в красный боец отравления смысле отравления с какого перепуга отравление чем-то отравился мясом что ли еще не понял а бутылка отравление водой мы будем очень долго наверно выводить поэтому давайте противоядие заюзаем там его даже не хватило все равно сколько на хилит а 500 токсичность 250 через одну 50 через вторую минуту надо еще снимать чё вообще произошло где логи странно странного ты не успел посмотреть это у нас происходило откуда столько много отравления касается а я сама ведь жарили о наш старый знакомый муравей на входе в красный боец вас встречает знакомый силуэт это же бывший муравей нынешний человек гаврилов старичок скромно шаркает ногами в придорожной пыли и то и дело прячет свои костлявые руки в глубинах хитиновой кирасы будто пугливая черепаха жительница далеких галапагостских островов меня есть галапагостская черепаха а заметив вас он заметно оживляется здравствуй брат человека говорила рад видеть знакомое лицо в этом пугающем краю а гаврилов какие люди в нашем рабоче-крестьянском голливуде некогда сотрудник бункера 317 а теперь самое заурядное лицо без определенного места жительства неловко улыбается гаврилов не понимает о чем ты говоришь гаврилов наткнулся на этот поселок и теперь думает с кем здесь можно поговорить с заселением можно в цокольный этаж или хотя бы под лавку до под лавку ты по адресу этот вопрос можно посудить со мной как ты обнаружил этот поселок подсказал кто договорила таки но бункер ему посчастливилось встретить караван дружелюбных торговцев они поделились гавриловым припасами и рассказали ему о новом поселении которое появилось пустошек поскольку гаврилов тоже новичок в этих землях ну показалось правильным посетить это место повезло значит ладно я могу помочь тебе с заселением кстати нравится лучше бункера на поверхности лучше если человек провел больше кусок отведенного ему времени в четырех стенах наблюдая лишь симуляцию жизни то большой мир может показаться ему страшно непостижимым но гаврилов не жалеет о своем решении чистый воздух поверхности даже излечил его от кашля серьезно как это неожиданно человек играет заметную роль в жизни гаврилова ну так как можно ли говорил поселиться в этом замечательном поселке нацу с каждым по способностям каждому по потребностям что ты умеешь камера заселяйся в ответ нет говорим разбирается в тонкой технике но в этом поселке и и не так уж и много для других знатоки тоже есть помоложе побыстрее чем уже не молодой гаврилов мужчина глубоко задумывается поглаживать свою седую бороду вы невольно содрогаетесь когда замечаете что из зарослей седых волос то есть дело выбегают мелкие черные точки видимо бороде говорил вас вели свое гнездо паучки точно говорила знает как он может вам помочь а вы как и многие кого говорила встретил в пути наверняка заметили необычное облачение гаврилова его панцирь и шлем гаврилов может сделать вам такие же нет даже лучше сколько это обойдется такое удовольствие а все бесплатно все что нужно говорила это ресурсы 6 хитиновых пластин для шлема 10 для хорошей крепкой брони караванщиков которые говорила встретил был хитин на продажу также они рассказали ему что в неком ущелье бед можно найти жутких монстров которые покрыты им полностью круто но добро пожаловать красный боец гаврилов отеда думаю домов тем гаврилов и благодарит вас от всего сердца теперь говорил у вас снова появился дом располагайте поговорим позже думаю коморг о старый добрый друг старый друг лучше новых двух опаньки высокий мускулистый мужчина в потертом голубом берете поднимает на вас взгляд шумно сплевывает и без лишних церемоний хлопает вас по плечу 2 бивень вот это ты конечно отщебучил и оперный театр вы без труда пусть и не с некоторым ограничением узнаете в незнакомцы своего старого товарища из организации атом кадета александра вместе с которым вы прослушивали брифинг и пропажа группы генерала морозова я ж тебе еще вот таким малюсеньким помню когда за твой в фонтане пахчисарайском подмывала теперь гляньте какой бравый боец вырос справедливости восстанов восстанавливает коммунизм и в отдельно взятых поселках отстраивает был что называется мамин им маминой самой большой ошибкой а вырос в гордость и опустоши то что вы с александром сверстники как-то и как это что бахчисарайский фонтан это нереальное место вышли на образ из поэмы пушкина заставляет вас немного насторожиться но это ощущение быстро проходит здравствуй кадет и ждал тебя тут встретить о здоровье ты тут фига надоело наливайку содержать поди но может и так сказать а долг позвал меня в пустоши я вот всегда говорил что тебе место в поле они под прикрытием ты свою голову увидел живой оптический семафор сигналы в штаб передавать рад тебя видеть александр мне столько вопросов для тебя тебе привет от чего хотел александр охмаляется до ушей и сразу маху бьет вас в плечо кулаком блин я когда у мамки в грузии тесто для об ударе месил а больше сопротивление чувством так вот молодца бивень чуть кого встретил сразу за вопросы хватаешься помнишь значит еще атомовскую муштру а давай задавай мне вообще пофиг хоть 5 она без стандартных 4 никуда не не пущу как те занесло в красный боец слухами земля полнится как услышал что какой-то хмырь и коммунизм возводить начал бункера до военные отстраивать так я сразу руки в ноги и пузырь в зубы и бегом новоселье справляйте хоть ее приняли меня мягко говоря хреново вот тебя встретил и тохали нас ветеранов выдавая мало нынче осталось нужно вместе держаться брат за брата даже с тобой брата бивень пятница это выдавая заладил а вы припоминаете что александр физически не успел бы отслужить выдавая в силу возраста а свой голубой берет приобрел бродячего торговца пару лет назад но решайте промолчать ты гожно знаешь он он ведь тоже из наших ребят этот гусь меня вообще вымородил я же его шутейки приветствовать хотел в двери хаты постучала сам пока открывать шел через окно в лес и под кроватью спрятался он в комнату обратно входит а я прыг наружу этот хрен сразу за пушку на человека который за него кровь в афгане проливал понимаешь на отца можно сказать родного я тебе доложу не соврал бивень для меня эти пустоши что курорта но некоторых людей сюда лучше не выпускать за через две ответы станут засранцами ты еще не худший пример даже что-то вообще пустошах делаешь александр хмыкает и постукивать себя по лбу обилишь тот ты что тук-тук и дум-дум дурачок а морозово с пропавшим отрядом а кто искать будет из нея а моя пожилая мать и ну да иначе ведь никак сам ты этим не занимаешься поселки тут строишь да политиком местным прислуживаешь моему участию в поисках сильно удивлен стало быть для тебя идеальная кандидатура на поиски отряда морозова это моя видавшая виды изуродованная старуха мать ты понимаешь это жутко звучит бивен ты же это но социопат вы поминаете что александр был подобран атомом годовалым сироту и мать свою помнить не может она что-то узнала как успехи я тебе и сказала тут же повсюду уши и этих мутантов на помойках типа местного красознаменного видел глаза слишком близко к переносицы и подбородки слабо выраженные некоторых даже мышц не видно разве глупо предположить что один из местных уродцев решил пойти на шаг дальше и мутировал в какой-нибудь придорожный курс слушает теперь все и записывать не 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 я слишком осторожен чтобы вот так а выдавать конфиденциальные конфиденциальные секреты давно с нашими связь держал александра злобно щурится на вас и кто радист шукин щукина пюрешку мне на неделю выдавать столовки на базе запретишь и даже рацию в поход не выдали да и что мне им говорить как мудро с их стороны отправлять одиноких кадетов на сверх секретное задание так они это и без меня знают а самом деле бивен такие предъявы и оперный театр иногда жалею что прямо а там тебя не оставил во фонтане тома где за твой полоскал вскоре после взятия дворца амина а ты знаешь что во время взятия дворца тебя еще в планах не было не будем его расстраивать узнать чего что поможет расследованию сандра загадочно хмаляется что-то я может и не знаю но кого-то кто можете помочь имею на примете только об этом чуть позже еще не закончил тебя тестировать о да ведь это разговор есть не что иное как тест поняты только знаком знаковым культуристом эпохи ветераном вдв я даже завидую тебе бивене видишь только то что расположен на поверхности не способен понимать глубинных причин вещей вокруг себя как рыба в аквариуме породы бойцовский петушок харизма не темнил бы ты брата на что-то что это за кто-то успех ладно ладно обозрил ты не обе меня скучно мне короче в одиночестве над выполнением задания работать как вариант решил рассмотреть возможность присоединения твоим потешной бригаде но пока что ты как-то рано это решение принимать давай еще по трендим что ли слушай александр много привираешь своих ответах что с тобой вечно полухмылка которую александр всю жизнь сохранял даже говоря о делах серьезного толка начинает медленно сползать лица кадета сделав ровный вздох александр заглядывает вам прямо в глаза тебя не проведешь как там в песне одной было что-то с памятью моей стало даже на допрос этот тебя развел чтобы тайком каких-нибудь фактов о себе почерпнуть а если я скажу почему какой со мной происходит ведь больше никому не расскажешь предали самая вторая натура но ты говори да кому я скажу спокойно бортан тут все своим зависит рассказа при эти зависит от рассказа айда поливать иди хоть всем этим стрёмным магли из отрядного разбазарь ценную информацию я же тебе язык я же тебя знаю языках помело короче слушать сюда нашел и однажды пустую бутылку от водки на дикой тропе ну и подумал может это генерал морозов с печали выйду а потом лес ушел на чтобы повеситься там не знаю или грибов собрать пошел и последу глубоко в чащу через болото мимо заправки древней моча слушать дальше летусь уже по колено в воде но тут чу шорох в листве над головой и конечно ноль эмоции когда человек столь а столько тестостерона вырабатывается сколько я его никакая дикая зверюга не тронет не тронет отодвигаю ветку а там аспид сидит ли червячок уже не знаю сантиметров 40 жирные но дико милый такой пестрый хвостик полосатый черный с оранжевым глаза как улитки на палочках топает по ветке кучи маленьких ножек посвистывает я так и обрадовался сцапал его на плечо усадил как такого мясистого бескрылого попугая думаю себе пока сытый будет мне питомец как проголодаюсь а будет мне экзотический обед но пока я все это думал как на болоте огонь развести как дружка моего на палочку насадить чтоб кишки не вытекли как маслица его теплым поливать буду что на гарни придумаю он не подонок такой в ухо залез а больше чем половину своей длины и давай мозг мой жрать если бы я к тому моменту уже не умер то выдернул бы его конечно да что толка без мозгов только таких и жить способны опять-то оскорбляешь вот ты негодяй александр уже не умер всем получится умер что ли погоди что за чушь ты умер александр раздраженно ошлепать себе по лбу ну а ты как думаешь он же мне а мозги а все выел из черепа как змея яйцо из крыл пыли дурханул и знатно врать не буду потом вообще над руками ногами контроль потерял в следующую секунду во слеп а в мыслях с жизнью вся моя геройская пронеслась волшебной карусель и темнота потом обратно все включилось но я был уже понимаешь и тем кем до этого часть воспоминания про там как тренировался как и на задание гонял другая часть воспоминаний про то как из яйца вылупился как по веткам на болоте бездумно ползал я сейчас вообще бред какой-то сны принятые за реальность или выдумки умирающего рассудка да и палатки и моё курить бросил начисто даже ломки не было из еды сырое мясо предпочитая слышать лучше стал видеть только чувствую чувство юмора и мои высокие стандартного отношения женщины слава богу не пострадали иначе удавился бы уже похоже им мы имеем дело с паразитическим организмом который селяется в людей с целью увеличения шансов выживания александр очеркивает очерчивает круг вокруг своей головы изображать будто она взорвалась бдующим мозг взорваны прибереги свои бессмысленную техно болтовню для до возвращения на базу лучше скажи мне умник кто я александр или червяк учитывая что ты всегда любил врать без причины сочинять и подвиги вести себя не по-людски ты сто процентов александр сам сказал твоего разума твоего разума твоей личности больше нет и фоксимиле кукла в лапках червя честно не знаю понятия не имею правде говоря мне все равно особо не знакомы до этого были откуда мне знать насколько ты изменился мне кажется первый вариант более верным думала ли он не присоединится к нам либо еще что не будем его расстраивать сильно харизма самодовольного ухмылка александр превращается некое подобие доброй улыбки он хлопает вас по плечу знаете обилий на сто процентов да что там на все ты еще не прав но понимаешь я хочу верить то что я это я просто с лишним пассажиром башки мне кажется это вера теперь будет даваться мне с меньшим трудом чем до этого за что я тебя собственно и благодарю а еще мне кажется это вера будет даваться мне куда легче в компании того кто верит в меня как ты плюс кому-то же надо найти странного сраного сраного морозова а без меня у тебя до этого руки дойдут лет так через двадцать как минимум так что так принимаем пополнение c это мы еще посмотрим всем александр к нам присоединяется у нас теперь уже вообще просто арава арава какая-то бойцов при том это ведь еще не все а если если не ошибаюсь по крайней мере как прошлый раз на стриме говорили к нам еще гельчатай может присоединиться в качестве бойца но это не точно потому что я видел а мод на гельчатай и кто им пользовался вот а в моде феномен непонятно и и тут увели или не вели как как бойца ладно потом посмотрим смотрим на александра ну вот у нас александр выносилась десятка тила девятка но он боец в общем не зря не зря хоть и говорили мне что ближний бой тут не ок но я хочу вот сделать бойцом ближнего боя дадим ему пилу призма удача внимание у него внимание тем более шестерка телек ловкость ловкость шестерка что по навыкам он кстати вкачан тоже в бойца поэтому дубовая кожа все изучено свободные 8 мы что-то можем одно и чему вкачать дариновины адренолидовый rush но надо идти вот сюда и быстрая реакция первая кровь первый удар ближнем бою всегда является критическим и может изменить ход биты только это должно быть действительно первая кровь гарантированный критический урон перед первой крови у жертвы ему какой-то одного врага на давать и он тогда он критонет то на что дуличный боец 50 процентов базам урона в ближнем бою чего себе пять процентов до этой жреть какая-то меньше половины тут добавляется плюс 15 но мне вот это вот очень нравится а насколько у нас осталось всего по-моему 10 характера 10 навыков можно взять до 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 вот это 10 до точно укола 50 процентов шанса игнорирования брони при ударе в ближнем боем удар сокола бредного прием который стоит 7 очков действия приема сколько мощный коварно что может со стопроцентной вероятности либо оглушить противника либо выбить оружие из рук либо ослепить или даже вызвать неконтролируемые панику давайте пока первую кровь возможно быстрее дойдем к быстрой реакции полевых точек пять процентов критическому шансу ближнему бою прикольно прикольно давайте идем сюда тем а что кстати по поводу очков у нее навыков свободных нету очень у него рукопашный бой холодное оружие мы будем холодное оружие конечно ему качивать здесь у нас так первый удар в ближнем бою всегда то есть но ближний бой понятно либо без оружия либо с оружием в любом случае ближний бой ближний бой это же ближний бой бакулаки либо нож либо бензопила отлично что текст по броне александр вани у него нет то не весь голубой берет и рюкзак держи а рюкзак него есть хороший притом рюкзак мы броньку вообще-то все наверное продали да гексогену давайте гексоген отберем александр отдадим вот лично топор а будет сходить за этим бензопилой к держи нож ну как-то так как-то так а пойдем кстати еще посмотрим что там нам сделали за столовую не стало уверения комнату отдыха спускаемся вниз будем закругляться тоже что-то сегодня мы долго-долго всего много сделали зато ну по красоте кстати но наша комната отдыха даже есть чтобы сброс сбрасывать сюда броньку наверное на будут отображаться скорее всего сейчас проверим вот у нас есть броня вот противогаз есть шапочку шапочку вот шлемофон примеру держи шлемофон брони нету да 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 прикольно из броня которую мы надеваем она отображается здесь есть качалка есть рация шикарно почему нет есть шкафы можно будет сюда вот сбрасывать раз-два там еще столовую думаю следующий раз починим уже спальню тоже надо будет починить хорошо сегодня мы много дел наделали полезных хороших на этом будем закругляться всем пока